Добрый день, дорогие подписчики и случайные гости канала. Сегодня нашими героинями будут вот эти вот две фиалочки. Это Млечный Путь и Алан Свайт. Скорее будут не они героинями, а их детки, которые я буду отделять от листиков. И покажу сегодня, как это делается. Смотрите, друзья, чтобы получить такие красивые растения, на определенном этапе нужно отделить листик от детки. Хронология такая. Вы посадили листик. Через некоторое время листик укоренился и дал детку. Прошло еще время и нужно отделять эту детку от листика. И давайте я покажу, как я это буду делать. Сейчас я эту красоту уберу и покажу совсем не красоту. А покажу эти листики, которые я буду отделять. Значит, на каком этапе нужно отделять нашу розеточку от листика, нашу детку. Когда уже видно корневую систему, видно, да, корневую систему. Когда уже более-менее видно розеточку, сформировавшуюся, да. Вот тогда уже на этом этапе мы будем отделять наших малышей от листика. Бывают такие случаи в пестролистных фиалках. Здесь детки рождаются совсем беленькие. Вот такие вот розеточки отделять еще нельзя от листика. Потому что они погибнут. Без материнского листа им не будет хватать питательных веществ. И они просто-напросто погибнут. Вот. Для того, чтобы дождаться нам отделения, значит, я подожду, когда они позеленеют. Станут еще более-менее зелеными. И материнский листик здесь еще совсем хороший. Вот, друзья. И начинаем приступать к работе. Значит, будем отделять деток от материнских листиков. В этом случае, значит, стаканчик стоял сильно далеко от освещения. Поэтому листочки вытянулись. И срочно их надо отсадить от материнского листика. Значит, чтобы отделить розеточку от материнского листика, естественно, нужно вытрусить содержимое нашего стаканчика. И, значит, отделяем. Здесь у меня два листика сидело в одном стаканчике. Поэтому мы аккуратненько ручками сейчас отделим листик от листика. А потом уже будем отделять деток от листика по отдельности. Вот, мы разделили два листика. И теперь у нас в этом случае, значит, простой вариант. Здесь листик дал только одну детку. Листик почти испортился. Ну, хотя имеет здоровый вид. Вот, и теперь мы отделим... Вот, тут две детки. Вот, и мы отделим, значит, одну деточку. Оно прям чувствуется, вот ручками вы прямо почувствуете. И отделяем так, чтобы детке досталось корешков побольше. Сейчас посмотрим, сколько у нас здесь получилось. Очень мало. Но ничего страшного, она приживется. А этот листик с этой деткой я поставлю на доращивание. То есть, эту деточку еще отделять нельзя. Вот, значит, сейчас мы посадим этот листик обратно. Вот, смотрите, какие корни у листика. Огромные. Надо сейчас вытрусить грунт со стаканчика почти полностью. Угу. Наверное, мы чуть-чуть корешки укоротим. Вот. И вот так вот мы посадим нашу, наш листочек обратно в стаканчик. Вот, посадили так, и вот присыпали. Так аккуратненько. Я тут, конечно, не аккуратненько у меня получилась. Ну, ничего, вот эта земля, которая попала на листик, на стебелек, она присядет. Ничего в этом страшного нет. Вот, сейчас еще немножко, еще подсыплю. Вот. Если листик будет падать, ничего страшного. В этом нет. Вот, и эту нашу деточку мы сейчас посадим. Вот наша крошечка. Вот, корешков ей досталось совсем мало. Ну, я думаю, что с ней будет все хорошо. И вот так мы ее... Грунт мы не приминаем. Потому что фиалочка не любит затрамбованный грунт. Вот с этой все. С этим листиком все. А этот листик тоже сейчас... Эту детку мы тоже отделим от листика. Почему-то этот сорт всего дает по одной детке. Вот. Вот такие вот корешочки. Сейчас мы эту посадим. Деточку. В стаканчик. Вот. Берем так за листочек. Мало грунта сейчас подсыпем. Вот. Оглубляем корешочки туда. И немножко вот так вот приминаем, чтобы она стояла. Вот. А этот листик, который у нас остался с такими огромными корнями, тоже даст нам деток. Тоже я его посажу и поставлю в тепличку. Тоже он нам даст еще, будем надеяться, не одно поколение. Ну, корневая, ну, очень-очень большая. Немного здесь. Сделаю ее поменьше. А молодим, так скажем, листик. Уже очень большие корни. И сейчас посадим этот листик в стаканчик. Он нам еще даст малышей. Сейчас тут подсыпем с этой стороны. Вот. Не забываем, друзья, подписываем стаканчики со рта, чтобы не потерялись наши сорта. Берем наше следующее растение. Вытрушиваем со стаканчика. И смотрим. Листик вот у нас пропал. И не дал нам ни одной детки. Есть детка, но она такая крошечная. Это пойдет в утиль. Вот. А здесь у нас получше ситуация. Так. Сейчас посмотрим. Здесь у нас две детки, скорее всего, получилось. Сейчас посмотрим. Сейчас отделим от листика. Так аккуратненько. Начинаем тянуть на себя. Держим содержимое стаканчика своих деток в одной ручке. А листик тянем в другой. И вот мы отделили. Отделили наш листик. И получили у нас здесь две. Две деточки. А ну вот видно, друзья. Прямо вот видно розеточки. Нужно просто дождаться, когда будет видно розеточки. И вот тогда уже и отделять. Вот. Одна. И вот вторая. У нас получилось здесь две. Такие корни длинные. Такие не нужны. Вот. И этот листик тоже. Какие дал корешки огромные. Мы тоже его посадим. Стаканчик. Вот. Сейчас наберем грунт. И посадим наших деточек. Вот, друзья. Ежедневные работы приводят к результату. Да. Не смотрите, что она такая маленькая. Да. Ничего страшного. Я еще ее поставлю на доращивание в тепличку. Они у меня еще в тепличке будут сидеть до определенного возраста. Я не знаю, месяц, наверное, они еще будут в тепличке доращиваться. Вот. А потом я их уже буду выводить из теплички. Как выводить из теплички? Заходите на канал. И там есть плейлист инструменты. Заходите и смотрите, как выводить деток из тепличек. Там есть и даже видео бесплатные теплички. Вот. И остался у нас еще листик. И сейчас мы этот листик тоже посадим. С такой огромной корневой системой. Вот. И он нам быстро-быстро даст еще кучу малышей. Прям кучу-кучу. Укорененные листики дает быстро деток. Очень быстро. Вот. Если листик, допустим, как вы его посадили, он укореняется месяц-полтора, то и два может укореняться. Потом, пока деток даст, то уже укорененный листик дает деток быстренько. Вот. И следующая наша растюшечка. Вот такая вот растюшечка. Вот. Тоже мы смотрим. Здесь тоже, скорее всего, будет две детки. Да, надо было немножко раньше их отделить. Потому что черешочки уже вытянулись. Это, конечно, не есть хорошо для деток. Ну, ничего страшного. Вот. Одна и вторая. Вот тоже мы их сейчас отделим. Листик. Этот листик мы удалим. Он не нужен. Вот. И тут тоже у нас две детки. И тоже мы их сейчас посадим в грунт. Да. Вот такие вот ежедневные действия. Я очень люблю возиться с фиалочками. Мне доставляет это удовольствие. И с вами делюсь опыта. Может быть, кому-то будет интересно. Может, тоже кто-то решит развести фиалочек. Перед тем, как посадить, я уже сделала в стаканчиках отверстия. Вот. Уже я их просто прорезаю ножничками. Вот. Быстро, удобно и хорошо. Вот. Где наша деточка. И вот нашу деточку тоже мы посадим. Корешочки заправляем. И немножко приминаем. Немножко подсыпаем. Вот. И наша растюшка уже готова. Сейчас у нас еще листик остался. И еще одна деточка. Вот, друзья, у нас осталось последнее растение на сегодняшний день. Сейчас посмотрим, что с ним. Я думаю, тут, наверное, листик уже я оставлять этот укоренять не буду. Тут, конечно, они ущемленно сидят в одном стаканчике. Места мало. Да. Эту я поставлю опять. Дальше ее расти. Потому что она очень-очень маленькая. Это деточка. Вот эту мы посадим обратно. В стаканчик. А со второй сейчас посмотрим, что мы сделаем. Вот. С каждым растением нужно работать и поступать индивидуально. Каждому нужен свой подход. Так, это есть. А эту вот я прям не знаю, что с ней делать. Тут эта вытянулась. Ей света мало. Она совсем-совсем-совсем худенькая. Духленькая. Ну, я, наверное, вот так вот поступлю. Этот листик еще опять поставлю на доращивание. А ту деточку, скорее всего, отсадим. Она совсем-совсем маленькая, совсем худенькая. Вообще вытянулись вон черешочки. Ну, ничего страшного. Она будет себя хорошо чувствовать. Приживется. И ей будут какие-то корни. Вот. И ей будет хорошо жить в новом домике. Вот. Значит, с этой все. И теперь последнюю мы посадим все-таки. И ее в грунт. Вот такая худенькая, маленькая. Но тоже хочет жить. Тоже хочет жить. Вот. И сейчас вот ее так посадим. Вот, друзья. На этом сегодняшние работы мои закончены. Из пяти штук у меня получилось два, четыре, шесть, восемь, десять, двенадцать, тринадцать растений. Вот. Если вам видео понравилось, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, задавайте вопросы. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok